всем привет друзья продолжаем смотреть замбеты многих уже потеряли 6 серия сейчас узнаем чё за чувак чё за супермаркеты кого потеряли ну его историю должны знать по-любому зачем зачем я не понимаю и надо было не надо ты что болен да я не знаю голова болит что-то потею сильно да короче пиздец хотел сказать да да говори что хочешь конец света сейчас никто тебя за бескультурность не осудит а ты знаешь что ты это ты полежи я тебе сейчас лекарство принесу когда ты какую-то инфекцию подхватил вот у тебя иммунитет ослаб конечно ослаб он сейчас только наркоты сожрал понятно это у него грипп обыкновенный сейчас мы вылечим все будет хорошо спасибо душе всем салам это и отеля и это влог выжжих пацанов теме сейчас пики капец фигова его дед лечит красавчик дед мужа здесь полтора дня находимся оказывается дед охранником работы здесь знаете черные ходы и выходы вот он нас спас и привел нас сюда вот подвал а как он выжил это пиздец история когда началась эпидемия одного из наших сотрудников закусил этот урод узнав об этом администрация супермаркета приказала запереть все двери а всем сотрудникам собраться в одном помещении тоже запереться меня это настолько насторожило и испугало что я решил отдельно спуститься в подвал там запереться а потом всю ночь слушал как они постепенно превращаются в этих уродов и начинают жрать друг другом зачем было всем закрываться короче все было нормально пока мара блин не начал разговор про лагерь выживших здесь есть даже холодильник я иногда вечерком поднимусь туда наверх наберу себе воду хлеб еду консервы иногда даже спиртное беру и пацаны может туда переедем а что и все есть главную сонку притащить и все жизнь в кайф а дедом и куда день груз башкой своей думы выгоним что-либо нельзя здесь оставаться пацаны надо лагерь выживших искать выживших нету никакого лагеря выживших да даже если есть они же друг друга блять посъедали там всем поседали говоришь кто никого не съел выжив выжили это позавчерашняя запись и вот видишь тима они все живы мара блять успокойся а вы координаты сохранили сохранил но скажу их вам только в том случае поскольку оставаться здесь бессмысленно вы выпустили всех зомби если вы возьмете меня с собой да конечно мы вас с собой возьмем пацаны пойдемте пожалуйста мара блять эти мои натуре надо туда ехать там безопасно еда есть люди целочки телят ты хуйню не неси бля какие тёлки даже если они там есть и никто не даст нахуй долбою бля люди на хуаньте нужны бля у нас и так все есть хавка бухло косяк бля чё хочешь на или ты хочешь чтоб тем мозги ебали за то что не учишься и не работаешь вам вообще чего не нравится пацаны вы пиздец охуели на семей нет детей нет какая семья рус бля на тебя девушки как на халка смотрят не будет у тебя никакой семьи вот блять твоя семья на не на тима реально почему бы не попробовать ничего же не теряем давай давай хорошо попробуем а как пешкодралом до туда пойдем или два месяца идти бля или чё у тебя машина есть так есть машина тот день когда случилась эпидемия директор попросил меня переставить свою машину ключи остались при мне машина есть чё тебе еще надо тима поехали 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 поедем только послезавтра теме надо выздороветь эти лекарства надо принимать только с определенным интервалом иначе могут быть последствиям поэтому едем послезавтра дед ты капец умный блин а может ты нашим лидером будешь с тобой безопасно ты все сможешь а это чё уже все слег а ты ляжешь у меня еще один вопрос есть а как мы выберемся отцу там же полно зомби из этого магазина есть еще один черный ход они у меня кто не знает кроме меня я так и за что дед умный дед подумай насчет лидерство с тобой безопасней сука спать ляжете на ебало перну понял гандон давай давай тима обиделся походу тихо пацаны тихо только не шумите тихо 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 рус блять Кайфово, как будто год в этом супермаркетике были. Они там все возле центрального входа стоят. Что делать? А что, другого пути нет, что ли? Есть. Через соседнюю школу. Ну, пойдем. Пойдем. Пацаны, мы чего, типа, черепашки, ниндзя, а это наш сплинтер, что ли? Пойдем. Это некрасиво это? Школа, да? Я никогда не думал, что еще раз в школе окажусь. Да. Э, Марэ, помнишь, что я в школе в севом классе аппарат шатнул? Я вроде такого не помню. Конечно. Ты помнишь, когда заяву писал, все детально расписал для нас. А так классные времена были, пацаны? Ну, весело было. Мара. Алло. Извини за телефон. Не хотел. Нормально все, чтобы забыть. Пососитесь еще, блядь. Да ты заебал, скофните, скофните, блядь. Капитан Джек Воробей нашел со мной. Тише, где ровно уже. Да, капец, школьные времена, конечно, были. Мне в севом классе биологичка нравилась. Она, капец, четкая была. Охренеть, зомбадети. Капитан Джек Воробей? Капитан Джек Воробей. Расскаж�이. Бежим, бежим. Бежим, беги, жим. Держи! Держи! Надо его строить! Рус, давай, что-то не взрывай! Так какой на базу? Рус, давай, держи! Держи ключи! Извиняй, держи! Извиняй! А ты что, не понимаете? Хрестный слот писал! Будьте рады, что-то! Координаты слушайте! Десять километров! Подвижной на севере! Пацаны! Вверх! Поехали! Держи! Бежать, я сказал! Пацаны! Пойдем! Охренеть! Охренеть! Зачем мы его там оставили? Давайте вернемся, поможем ему! Да он выберется сейчас по-любому! Где он? Дед! Дед! Вон он! Вон он! С той стороны! Дед! Сюда! 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 Дед! Давай! Офигеть! Что мы с ним наделали? Зачем? Зачем мы его оставили? Да! Да! Пацаны, мы ему уже ничем не поможем! Валить надо, пацаны! Валим! Нет! И что, где эта машина теперь? Нет! Да может, ее вообще не было! Он же тоже старый был! Дай-ка, ключевая! Ну-ка, ну-ка! Дед! Офигеть! Пацаны! Смотри, какая малышка! Офигеть! Сапах пышки, бля-ть! Солом, пацаны! Мы даже во имя не спросили! Все время, где-то, где-то, толпоеба! Ну что, мужик? Да ладно, пацаны! Че грустить? Мы и так много кого потеряли, да? Давайте сейчас домой поедем, выпьем, помянем ее! Как домой, Тима! Мы же договорились сразу на базу поехать! А позже поедем! Мы еще не готовы! В плане не готовы! Вон, машина есть у нас, оружие есть! Еды, чтоб до туда добраться есть! Че тебе еще надо? Э, бля! А вдруг он нам вообще не те координаты дал? Или мы до туда доедем, а там уже всех сожрали! А на обратку у нас ни бензы, ни еды нету, бля! Ну ты же не знаешь, что это другие координаты! Если как ты думать, то никогда мы до этой базы не доедем! Ну чего там плохого? И так все пиздато, я считаю! Пацаны, вы че, реально? Вы ничего не хотите изменить? Вы не задолбались так жить? Надо же какую-то цель иметь в жизни, пацаны! Э, бля! Да моя единственная цель в жизни, это таких пиздюков, как ты не слушай меня! Понял нахуй? Пацаны, вы помните наши разговоры до апокалипсиса хотя бы? Э, мы же так и мечтали же в одной хате жить! Чтобы у нас было там компы и сонька, бухло и косяк! И у нас это все есть! Еще и бесплатно, бля! И вы че, сейчас хотите это все испортить? Нет, конечно! Ну вот и все тогда! Сейчас домой поедем, тусы устроим! Умара пожрать приготовить, да, лох? Я тебе не могу! Нихуя себе, у тебя че, яйца появились? Поздравляю, бля! А у тебя их до сих пор нет, чтоб че-то не смениться! Че ты сказал? Че слышал? Этиль, останови-ка, заебал! Нихуя себе, нахуй! Че, духу да! Не трогай меня! Не трогай меня! Вы серьезно думаете, что у вас жизнь изменилась? Да ни хрена она не изменилась! Вам и раньше ваша жизнь не нравилась! И че вы делали, чтобы ее исправить? Да ни хрена вы не делали! А щас? Щас вы не довольны тем, что вы боитесь каждый день за свою жизнь! Рискуете ею! И че вы делаете, чтобы исправить ситуацию? Нихрена снова вы не делаете! Довольствуетесь только тем, что есть! И терпите! Разве это жизнь, пацаны? Разве это свобода? За свое будущее, за свою жизнь надо бороться, а не терпеть! Я вот лично не готов терпеть! Если ты готов, то терпи дальше! Но знай одно! Это не я лох! Это ты лох! Все сказал? Все сказал? Эээ, успокойся, бля! Пиздюк! Баны, блядь! Пошел ты! Сука, уех, блядь! Нормально все! Вы как хотите, пацаны! Но я пойду искать лагерь выживших! Поняли? Пиздуй, блядь! Куда ты пошел? Эмара, ты куда? А вы едьте домой! И отдыхайте! А че вы, блядь, его слушаете? Вообще на него похуй, блядь! Заебал он, нахуй! Поехали, блядь! Эй, че, пацаны, без настроений? Из-за мары, что ли, душкуете? Да ты не душкуй! Нормально все! Ну вот и все, пацаны! Слушай, а как в старый добрый ебав! Втроем тусу устроим! Косяк забьем! Бухло с подвала достанем! Кушать приготовим, пацаны! Да, базар, блядь! Ну вот тогда решили! Тиля, хавчик приготовить! Рус, в подвал за бухлом насходишь! Да! Я косяк забью! Ну ладно, ладно! Эй! Подожди! Вон там че такое? Ну-ка, прозри! Где? Вон, вон, вон! Смотри! Че такое? Зомбак? Нет, какой зомбак! Вон, на помощь! Едь быстрее, Тиля! Че такое? Да, только не сбей из заебалового, блядь! Кто это, блядь? Скупаешься? Дверь, подожди! Бегите, бегите! Позди! Поймай ее, Рич! Эй! Возди! Блядь, родной! Куда? Что ж ты? Пусти! 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 Сабина? Че, ну вот ты и попалась, да? Дед Сабина! Позировать на камеру будешь, нет? Тиля! Нахуй иди! Так, Сабина это та одна из девчонок, да? Я че-то этот, ну, упустил из-за момента. Вроде да, одну из которой он типа хотел замутить че-то. Дед, конечно, вообще мега крутой. Играл хорошо. Вообще был неправильный, не согласен был с, как его звать, Тимом. Ну, короче, с этим главным их. И какие вещи он говорил. Вот Мара говорил правильные вещи. Типа, ну, на самом деле уже надо. А тот все, не хочет ничего менять. Ну, типа, он как бы боится потерять вот как раз таки вот то, что имеет. Друзей, вот все как было. Ну, короче, боится выйти из зоны комфорта. Но надо все-таки когда-то выбираться из этого и так далее. Типа, это и делает жизнь интересней. Жалко, жалко деда, конечно. Он вообще так глупо. Блин, дети его сожрали, бедного сторожа. Могли бы ведь тихо идти. Вот. Ну, бэха была. Ожидаемо то, что появится. Ну, и что, все. Очень глупый, короче, диалог. Ой, ну, ссора. Печальность, что все так вышло. Как сейчас Мара будет, фиг знает. Что они сделают с Сабиной. Не знаю. Узнаем следующей реакции. Ну, вот. Спасибо всем за просмотр. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.